Ставки на спорт. Надёжные выплаты. Давай дальше уже ставь. Ну что тебе сказать, брат? Говори. Ощущение какое-то появилось. Тошноты. Лёш приехал из Голливуда и приехал в Голливуд. Ребят, короче, всё, это было очень круто. Не страшно вообще ни хрена. Спортфаза. Вау, nice. Ребят, всем привет. Это канал ID Mentor. У нас в гости опять приехал Алексей Мошен. Спортфаза. Мы заехали у нас утро покушать полезной еды. Мы сейчас покушаем и передвигаемся дальше. Уже Vegas, Vegas. Тот, который все привыкли видеть. ЗОЖ, ЗОЖ. Пацаны знают, куда привезти качка. Правильное место. В Крокусе точно такое же небо. Ну, оно ж классно смотрится, правда? Да. Ощущение всё равно передает какое-то, как будто где-то в каком-то городе. Ха-ха-ха. Как танкист какой-то. Да они какие-то, какие-то есть нормальные. Это какая-то, но они какие-то не очень правильные. Я не знаю, но может кому-то нравится. Но она как... Неправильная. 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 Неправильная ты... Как там? Простоклашина. Неправильная ты бутерброд ешь. Хм. Ну, вот можно гангста стайл такой. Черный бумер. Идем, мой бесстрашный лидер. Эээ... Ребят, в общем. Леш приехал из Голливуда и приехал в Голливуд. Эээ. Эээ. Ха-ха-ха. Да, это мы сейчас находимся в казино Планеты Голливуд. Оно очень большое. Тут находится мор, кафешки, вся фигня. И мы выйдем сейчас на улицу, на главную улицу Стрип. И прогуляемся немножко там. Just like he said. Смотри, Леш, сейчас свою активность на Ютубе возобновил Артем Долгин. Да, возобновил. И... И... Там рвет там, метает. Да, да, да. Ему сейчас пишут, я читал комментарии, мне было интересно, что ты там, чувак, делаешь самый крутой фитнес-контент на Ютубе. Что ты думаешь по этому поводу? Не, ну я очень рад, что его поддерживают его подписчики. Так и должно быть. Я пересмотрел сколько-то там последних этих 4 или там 3 влога. И получается конкретно о фитнесе там минимум информации. Там лайфстайл. И как бы понимаешь, тут начинается ввод людей в заблуждение. То есть это либо фитнес-контент, либо это лайфстайл, как я живу и как мы живем. Правильно? То есть вот у тебя, например, ты показываешь тренировки, ты ходишь с разными спортсменами и со знаменитыми, известными людьми, вы показываете тренировки. Я хочу людям как бы донести чужую другую вещь, потому что фитнес-контент, например, это одно. Ну, ребят, когда показывают, как качаться, когда вам рассказывают про питание, про систему питания, про все, что только можно, что касается фитнеса конкретно. Есть фуд-блогеры, есть блогеры, которые скажут про машины. Я не думаю, что Артем как-то очень четко декларирует и ставит себя в рамки, ну, то есть сам позиционирует себя как исключительно фитнес-проект. Он действительно такой лайфстайлер, у него действительно очень много всяких нестандартных моментов, скажем так, подходов к жизни, которые очень многим ребятам импонируют. Особенно, наверное, ребятам помладше. Яркая такая жизнь, яркие шмотки, то есть у меня на канале, например, если так уж говорить о реальном срезе статистики, у меня на канале на Артема была довольно радикально негативная реакция. Вот так вот, по большому счету. Соотношение лайков и дизлайков рекордно было плохое. Но в то же время сейчас он запустил свой канал опять, и как ты говоришь, он прям рвет и мечет, и у него отклик суперпозитивный. То есть та аудитория, которая его, она приходит на Артема посмотреть. Она приходит действительно, может быть, не на спорт в первородном понимании, там, на фитнес смотреть, а смотреть на образ, на личность, на единицу Артем Долгин. Вот им он интересен, и они будут хавать Артема в любых его проявлениях, в любых, там, я не знаю, идеях. Поэтому, конечно, они будут его поддерживать, и это нормально. Что касается, там, он лучший проект, там, лучший фитнес-проект, я лучший фитнес-проект. Точно так же кто-то, там, я не знаю, на бодимании, там, на бодимании не самый лучший. Вряд ли там есть настолько преданные подписчики, которые прям, бодимания, ты the best, мы до сих пор с тобой топим уже пять лет подряд. Ну, у Дениса Семенихина тоже наверняка есть такие супер преданные подписчики. У Сарычева, например, которые смотрят только Сарычева, которым нравится такая raw power, такая дикая русская славянская моща. Нормально, у всех, у всех какая-то своя аудитория, которая максимально топит за своего кумира. Начал задумываться по поводу, в 36 лет, по поводу своей осанки, что сутулись. Стараюсь теперь контролировать, заваливать плечи назад и как бы немножечко так ровнее идти. По старой привычке это мороженое? Да, давай. Хочется? Неполезного? Не, мороженое максимально, скажем так, безболезненная тема. Калорий, на самом деле, не так много. Еще бывают всякие там, типа низкокалорийные опции. Мороженое? Да, да, да. Безлактозное мороженое. Лёг, слышишь, можешь сказать, какой у меня тип фигуры? Эктоморф, как это там? Груша. Груша? Это как, типа снизу вот это вот и вверх? Не, не надо, точно не груша. Не, ну судя по всему, эктоморф, наверное. Вообще, эктоморф проверяется или эндоморф по ширине запястья. До 17 сантиметров в районе 15-16 это экта, когда кость узкая. Да, у меня узкие у кости, и я когда начинаю заниматься, но я чуть-чуть набираю, чуть-чуть, я сразу же видно очень, понял? Да, да, да. Ну, эктоморфы вообще значительно сложнее накачаться эктоморфу, значительно сложнее создать профицит калорий, чтобы набирать мышечную массу. Но, в конечном итоге эктоморф всегда будет более выгодно смотреться в плане мышечной массы из-за, опять же, этих узких костей. Узкая талия, узкий таз, широкий плечевой пояс. Получается, как бы, очень атлетичный внешний вид. Вот. Понимаешь? То есть, тяжелее, но в конечном итоге круче. Ну, выводи. А, это факт, реально. Мне вот именно, вроде, до определенного момента дохожу, а потом, как бы, вот, знаешь, там сломать этот, следующий перейти этап, когда ты растешь, да, я его не прохожу. Ну, типа, я, наверное, не сильно желанием горел, как бы, знаешь. Тяжело, да. Надо реально через силу пожрать какое-то время. Много и чисто. И режим должен соблюдаться. Да, вот то, что я сегодня поспал всего там три с половиной часа, это очень плохо для режима. Похудел я вижу. Я откатил сразу, наверное, на три килограмма. Да, ну, нигде. Не, чем-то это прикольно все. Знаешь, один город столько в себя вмещает, можно сказать, архитектуры поддельно, но все же постоянно большая. Она не особо уступает и настоящей по размерам. Да? Да, реально, серьезно. Она не особо уступает. Я, кстати, в Париже не был. Я бы сказал бы даже почти такая же. И вот, кстати, вот этот момент страха, вот на Эйфелеву башню, когда поднималась, там есть лифт, и он поднимается. Ага. И он начал подниматься, и она сужается, сужается. Сначала вокруг тебя много железа, тебе не страшно, потом его меньше, 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 стенок меньше. И она идет, сука, этот лифт с такой скоростью. И потом я в конце понимаю, я думаю, он вообще остановится, или он так вылетит из этой башни просто и все. Леш, ты когда на могилу поедешь? Ты даже хотел в Шанель поехать, а не просто так. В Шанель? Ну, с его женой. Ну, любимой женщиной, которая была с ним последние дни. Просто так сам не хочу ехать. Почему? Думаешь, достаточно будет? Я думаю, что... Я хотел, чтобы она передала немножко историю. А, ну, а ты с ней связывался вообще-то? Да, я с ней списывался, а она там пару раз перенеслась, и потом я не обновлял контакт. Ну, а ты не думаешь, что она может просто так... Нет, она очень отзывчивая. То есть, да, было видно, что она... Ей никакой выгоды с этого абсолютно нет. Не, я не про выгоду, я про именно, что она может именно не хочет как-то, знаешь, вот там это... Есть такой момент, потому что она мне говорила, что ее... Рича мама и, в общем, все вот это вот семейство Рича по маминой линии очень не любит Шанель, как, собственно, и в наших странах, как там невестка вот эти вот... Свекровь и вся эта штука. Свекровь и вся эта штука, да. Ну, в общем, прям там мамашка замороченная какая-то. Она не может пойти на кладбище, но мы планировали с ней снять интервью на Венис Бич, и потом бы я сам пошел на кладбище снимать. Вот так вот я хотел. Ну, пока откладывается. Ну, я же пока еще здесь, так что я думаю, что это всегда можно сделать. Не пока, а здесь. По старой дупой привычке, Леш, надо будет... Бенн Джеррис мороженое. Любимое мороженое, всех качков. Это что? Любимое мороженое, всех качков, Бенн Джерриса. Не жду бы, ломит. Аж мышцы растут. Памп, памп. Погнали. Ах-ха-ха-ха... Ха-ха-ха. Ну как, я по детям скучаю. Я деток люблю. Своих особенно. У них недавно на днях день рождения был у меня. С именинниками? Именинницей или минником? Оба. Они же двойни у меня, мальчик и девочка. Семь лет исполнилось. Девятого числа? Ну сколько? Недавно сейчас. Какого девятого? Одиннадцатого? Позорище. Девятого у меня у сестры младше. Девятого июня, а у детей одиннадцатого. Странно меняются декорации. Вроде бы меняется и вроде то же самое все остается. Ну потому что казино все равно при этом. Остается казино. Здесь снимали одиннадцать друзей оушен. Вот прям здесь. Но это не точно. Слушай, ну, если не задумываться просто идти, то реально будет стрёмно. Да, да, да. Крипи. В общем, немножко прогулялись мы по стрипу. Устали, жарко. Ну, как бы, мужчина терпимо. Ребята просто приехали с дороги. Немножко оно так выматывает эта жара. И сейчас мы едем туда, куда мы, в принципе, это самое главное наше место. Леша, когда ехал, он не знал до конца, в принципе, что мы будем делать. И я ему предложил в конечном итоге прыгнуть бэдджампинг. И мы сейчас едем на башню. Посмотрим, сможем ли мы это сделать. Я буду прыгать, и Леша будет прыгать. И сможем ли мы... Потому что и у Леши есть страх, и у меня есть страх. Но я это хочу попробовать. Мне это очень интересно. А потом у нас еще после этого будет десерт, которым я хочу угостить Алексея. И посмотрим, или он это тоже сможет сделать. Мы уже под башней этой стратосферы. Гостиница, казино и все такое. Ну и плюс сверху находятся аттракционы. И честно, вот подъезжая, мне вот уже чуть-чуть стало страшно. Я так не думал сильно, не вздумался. Подъезжаю, чем ближе, чем больше становится страшно. Вот. И плюс пацаны нагнетают обстановку, начинают говорить там про всякие там... А там то... В общем, мы уже приехали в гостиницу, ждем Лешу. И я сижу вот на пол, присел, отдыхаю, немножко устали. И настраиваюсь. Ну, что тебе сказать, Лешу. Говори. У меня, я не знаю, такое внутреннее ощущение какое-то появилось, тошноты. А я ехал сам такой, типа, опа, увидел, знаешь, прикинул высоту. Я думаю, ты на каком вообще уровне организм уже начинает реагировать? То есть у меня даже мыслей, в принципе, не было. Я старался гнать мысли о том, что предстоит. Но, тем не менее, у меня как будто какие-то... Hold on. Это обычный лифт, да? Да, нам надо, это лифт на гостиницу, нам надо пройти через казино. Ну, хотя там написано, как-то, pull deck, может, там тут встречка. Я продумал познать, там ушел. И Лех. Короче, подкатывает какие-то тошнотные рефлексы. Сейчас посмотрим. Я не знаю. Сейчас уже, сейчас увидим. С пищей сразу связано, не знаю. Не-не-не. Ну, мало вероятнее. Мне самому уже, знаешь, тебя-то, конечно, но это же нормально. Не-не. Игорь, что я тут делаю? Объясни мне, пожалуйста. Можно меня телепортировать отсюда, к другой съемочной группе? Так, адекватной? Да, адекватным, нормальным пацанам. В общем, мы тут уже подходим к третьему месту, где надо билеты вроде бы купить, и нас куда-то отправляют, переотправляют. Такое впечатление, что они просто не хотят, чтобы мы прыгнули. Блин, я боюсь, но я все равно, я очень хочу прыгнуть. О! Мы с Лешей на кассе. Пока непонятно еще, в общем, мы сейчас поднимемся наверх, а там будем уже отталкиваться от того, что произойдет. Окей. В общем, так что мы на кассе покупали билеты. Получается, там начали задавать вопросы касательно здоровья, там, не было ли операций каких-либо проведено по поводу давления. Ну, а Алексей, как особо правдивый человек, не сдержался, и признался, что он пьет таблетки от давления. Да, Леха сказал, что пьет. И это оказалось hard condition, то есть вопрос по сердцу, и дальше нам уже не удалось их убедить, что у меня все-таки допустили. Не пустили, не разрешают. Вот, и Леша, получается, не прыгнет, потому что как бы они, в Америке все очень просто. Если ты где-то обмолвишься в таких местах, они тебя не пустят. Там реально люди прыгают. 60-70 лет, он мужик, да. 100% с гораздо хуже здоровьем, чем у Лехи. Но их пускают, потому что они просто говорят, что они все окей. Потому что они врут, судя по всему, да. Они не посудився, они 100% врут. Там у каждого что-то проблемы либо с давлением, либо с сердцем, либо операции были. Просто они этого не говорят. Поделюсь с вами своими эмоциями. Изначально, на самом деле, я поднимался сюда на лифте, и я такой, у меня уже жим-жим такой, реально уже такой присутствовал. Я думаю, блин, лишь бы только бы что-то там как-то, блин, ну как-то соскочить там. Чтоб не работало. В результате оно соскакивает, ну как бы не по моей воле. У меня не было такого намерения как бы спрыгнуть с этой темы. Ну, в смысле, соскочить, а не спрыгнуть. Спрыгнуть уже хотелось. И когда мне сказали, что я не могу прыгнуть, у меня тогда уже начинается обратная реакция. Я такой, ммм, хочу прыгнуть. Хочется, да, уже желание появлять. Да. Вот, поэтому мы сейчас, я прыгну. Не, я все равно поучаствую в мальцах. Окей. Не, у нас там какая-то. Карусель тоже не стрёмно. Мы сейчас принимаем, а потом мы поднимемся еще отдельно. Там будут другие, там тоже аттракционы. Не менее страшно и опасно, и вы их увидите. I'm here. Время че? Все, давай. В общем, ребят, мне осталось пару секунд. Мне дали тег такой. Отметили. Отметили номерком, чтобы просто, наверное, познать. Потом было легче меня. Вот. И мы идем наверх. Наверху мне нельзя будет снимать, но мне надели на руку. Вот такую вот штуку, гоупрошечку. И я буду, я думаю, что она звук тоже записывает. Поэтому орать я буду туда, в эту камеру. Ребят, все, я, короче, иду. Прыгаю. Времени на размышления просто на самом деле нету. Время на манку. Я буду работать, хорошо? Время на берегу. Время на камеру. Три, два, один. И я поставлю эту игру прямо в здесь и здесь. Тома. Эта игру будет на свою руку. Я буду делать какие-то защиты, хорошо? Все проверяют Мы готовы Попрошу эту руку с другом Эта рука на черном, на бок Попрошу на белом Попрошу на руку 3, 2, 1, поехали! Это круто! Ребята, вообще не страшно! Ребята, короче, все это было очень круто, не страшно вообще ни хрена, жалко, что Леша не смог прыгнуть Ну что, как впечатление, Лех? Я думал, будет страшнее Да, наверх ты поднимаешься, мне очень понравилось, что они делают Тебя проверяют две девочки Две девочки, кстати, это у меня чуть напревело, потому что девочки Что они проверяют? Что они проверяют? Открепление опять все Увесты проверяют Еще раз то, что здесь делают Все, две проверяют Какая-то работница с какой-то, я так понимаю, прям как спецслужба На оружие Типа внешние аудиторы То есть это одна контора, а там какая-то другая совсем дополнительный контроль Да После того, как у меня уже тут все это и разделе Вдруг ты захочешь там застрелиться в полете Или в кого-то там, ну и бомбу скинуть Вот, они сделали, говорят типа Проверяют, пока они тебя проверяют Они говорят, что они будут делать, ты выходишь Рука сюда, рука тут, потом рука так так Раз, два, три, джамп Все, то есть они не дают времени тебе сильно много думай Ну а этого все равно достаточно для людей, которые сильно боятся перенервничать То есть я и так перенервничать Но когда ты прыгнул и ты чувствуешь уже полет, что все контролируется, что тебя держит Все, я в камеру, на камеру работаю, да, я кайфовал Вот это уже был кайф такой И внизу вот этот момент А получается немножко подконтрольная все-таки спуск был, да? Ты не совсем свободный Ты 45 миль в час приблизительно опускаешься со скоростью 45 миль в час И реально, ну Километра это сколько получается? Ну так где-то 70 км в час Лех, короче, круто Когда они скажут, что нахспарить когда-то или нет? До часу ночи мы можем воспользоваться своим билетом Каруселями, ну мы на каруселях Сейчас пойдем? Сейчас, конечно Все, ребят, мы поехали опять наверх Да На каруселях кататься, но не на тех каруселях, которые в детстве катались Не на ромашках, да? Погнали В общем, опять мы только что проходили Только что проходили секьюрити и нас не пустили с камерой С микрофонами, снимать нельзя Как и нас подстерегает какая-то засада Засада вражеская Ну ничего, мы прорвемся, у нас есть два прошечка Мы не сдаемся И мы идем наверх, все равно будем кататься, снимать На сто восьмой этаж На сто восьмой этаж Вот это предстоит Я не знаю, что сейчас будет В общем, ребят Мы... Не знаю, экспериментируем в своей жизни Окей Возьми, пожалуйста, бром Возьми, пожалуйста, сесть Садись Это прибор На сто восьмой этаж На затяжке Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Каким бы вы не были интеллигентным молодым человеком, это просто не извержение какого-то трэша из пасти идет Короче круто, мы идем дальше Вот тут мы только что катались с Лешей На самом деле неприятная штука Страшно, неприятно, чуть подташнивает Ну в общем, кто любит экстремальные темы, попробовать нужно Короче, вниз головой вращение вот такой вот байды Опять же на этой же высоте, там тысяча фунтов, это 300 с хвостом метров Жестко, стрёмно, точно И страшно немножко Немножко страшно Неприятная штука, честно Первая была просто как бы такая Захватывающая Да, прям так, ну она как бы возбуждала Такое классное, кайфовое Такой какой-то выброс адреналина А здесь вот такая вот и страх, и помноженный на тошнотину какое-то вращение И он еще нагнетается Да Оно еще все шире, все больше и больше Диаметр этого Центрифуга Только вниз башкой на высоте 100 метров 300 метров Жесть В общем, я после правильного нашего утреннего питания Но после качелей пришлось взять монстр Триганик? Да, yes В общем, ребят, мы уже, короче, полетали, попрыгали И, короче, получили все эмоции, которые можно Уже, знаете, такой пошел как бы осадок Потому что реально, ну круто все было Чересчур очень много выброса адреналина Но Надо закрепиться, подкрепиться И у нас сейчас десерт Мы сейчас Будем с Лешей Кушать жуков Видите, таких жуков Они зажаренные И с всякими вкусами То есть там есть сверчки Сверчки Будем кушать сверчков Соленые они Со сметанкой, лучком С сыром и с чем-то, с беконом И сейчас посмотрим, как оно зайдет Я никогда не пробовал Блин, противно Но мне интересно Ребят, у нас после этого всего Уже такая окончательный десерт Чтобы забить после вкуса Аттракционов После вон той штуки Да Мы сейчас попробуем Я не знаю, Леша Деликатесы Ты какой хочешь? Это сверчки Всего лишь Всего лишь Всего Мы набрали там всякого говна Такого, типа Да, и таких сверчков И каких-то Каких-то личинок Каких-то тараканов Есть что-то в этом Короче, смотрите Он еще и три разных вкуса подобрал Этот вкус Сметанка с луком Этот вкус Бекон с сыром А этот вкус Соли и винегрет Это же получается Не винегрет Это улца Ну, улца Да, винегрет Короче, все одинаково вкусно Леша, ну давай по очереди Давай Давай, бери Вот это у нас получается Первое Со сметанкой С лучком Это вообще, по-моему, самое вкусное должно быть Бери Леша Я с трудом понимал смысл Того, что происходит на этих аттракционах Когда мы сидели в этих креслах Я правда, давай сидел А сейчас я прям вообще не понимаю Что происходит И для чего это все делается Ну, ладно Это называется Переступать через свои какие-то Не знаю Это что-то новое Ну смотри Действительно еще там подсолили Там, подсушили Да, нет, нет С крылышками Фух И сюда тоже покажу покрупнее Попочку, видите Давай, погнали Давай, Лех За здоровье Ну, что-то как-то Ни о чем Вы знаете, даже нет ощущения, в принципе, что сел кого-то сверчка Ну да Я не могу понять, что я сел Как будто съел шкарлупу от семечки без семечка Да, просто сухая какая-то штука На самом деле эффекта ноль Можно просто настолько голодная после такого стресса После этих аттракционов Я, если честно, реально думал, что мне придется сразу же запивать этим монстром О, эти посмочнее Жерненькая такая, хорошая Какая-то прям менее высушенная Это прям будет ощущаться и крылышки, и пузики Прям полностью Прям живой Ты хочешь мне его поделиться самым красивым Ты можешь взять любую, какую хочешь, которая тебе нравится Мне нравится Ну, в принципе, это Видишь, в каждой стране есть свои приколы какие-то, да И есть многие страны, в которых какие-то деликатесы, которые мы вообще не можем есть Вот в Таиланде мы покупали Это прям на заправках продается, наверное, на любой заправке Разный ассортимент, да Пиво там, типа, каким-то напитком прохладителем То есть для нас это дико, а реально люди-то кушают Короче, пчелка, можно так сказать, сверчок, залетает Залетает вулень Вулень, так Мне понравился А тут вкус какой-то уже есть, хотя бы Да? Типа как с, этот, чипсы покушал Гадость Вкуса никакого, в принципе, да, Лех? Да Ну, это просто, это Все Я сейчас сам думал, что Леша там скажет Не могу А он, во-первых, пробовал, а во-вторых, ему это Я думаю, что у нас оскому сбили все-таки эти аттракционы Все-таки мы теперь, знаешь, такие Тертые калачи Что нам теперь можно вообще в огонь и в воду и все подряд Спасибо, что приехали к нам в гости Спасибо за острое ощущение То, что не поленились, проистали в 4 утра 4 часа дороги Потом эти издевательства там, сверчки какие-то Я надеюсь, я не знаю, как это будет Может быть, в следующий раз, когда приедут Может, таки они там аннулируют информацию И мы сможем все-таки вдвоем еще распределить Джампо-бампинг Да Бамбо-джампинг Да, да Ну, потом с парашютом Заполнить картины Конечно Спасибо тебе за эти впечатления Что я могу сказать Димка, с которым мы приехали из Алэй Который мне помогает снимать Он мне что подсказал Что мы, на самом деле, в этом видео Я думаю, блин, ну трэш снимаем Ну, 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 и что мы вообще делаем Ну, да Он говорит Леха Вообще, в Вегас люди приезжают Что они делают Разогнать Кокс Пиво Водка Гэмблинг В смысле, азартные игры То есть, скатываются вот в самые низы Вот до звериных инстинктов А мы продемонстрировали им Что можно и без наркоты И без алкоголя По-своему, по фану провести время Разогнаться Разогнаться Правильно Отдохнули хорошо Да Без наркоты Отдохнули Сверчков пожрали Да, реально Да, в любом случае, да Песело, прикольно Задорно Бодро Молодежно Спасибо Айдементер Спортфаза До скорых встреч, ребят Подписывайтесь Всем пока Пока